Добрый вечер! Добрый вечер! Сегодня у нас в гостях я хотела бы представить нашу замечательную гостью. Это Надежда Сергеевна Пелько, директор Евразийского форума детской книги, кандидат исторических наук, сотрудник Института славянного ведения РАН. Ну и, насколько я знаю, сейчас Надежда Сергеевна занимается детской психологией и изучением детского поведения, в том числе и читательского поведения, интересов. Ну а тема нашей сегодня встречи – как заменить гаджет книгой? Ну и, соответственно, вопрос у меня будет такой – как же это сделать? Ну, для начала давайте разберемся в том, какой вред может принести гаджет. Сейчас все знают, что основная проблема заключается в том, что дети ходят постоянно с телефонами, смотрят в них, общаются через них, играют в них, смотрят фильмы, слушают музыку, и старшее поколение это ужасно раздражает. Но давайте подумаем о том, чем же занимаемся, собственно, мы. Мы тоже постоянно ходим с телефоном, смотрим в него, общаемся по телефону, переписываемся по телефону, смотрим фильмы, музыку, играем. И даже читаем. И даже читаем книги. Тогда возникает вопрос, почему этим не могут заниматься дети, которые полностью копируют наше поведение, особенно дети младшего школьного возраста. Главное, что говорят взрослые, то, что у них несформировавшаяся психика, и на детей гаджеты плохо влияют. С одной стороны, да, возникает некая зависимость. В психологии это называется технологические аддикции, то есть зависимость от каких-то технических средств. Родители боятся, что у детей возникнет зависимость от онлайн-игр, от оффлайн-игр, и боятся, что у них появится именно эта зависимость, которая не позволит им заниматься качественной учёбой, развитием, и будет отнимать у них очень много времени. Давайте посмотрим, что такое онлайн-игры. Онлайн-игры – это когда дети играют в интернете, какие-то игры, в основном это какие-то бродилки, стрелялки, и эти игры, они коллективные. То есть ребёнок приходит домой, он договаривается со своими товарищами, что в это время мы заходим в интернет, и мы начинаем играть. И, как правило, он играет со своими одноклассниками. По сути, эти онлайн-игры – это замена привычного для нашего поколения двора, где мы собирались и играли в свои игры, но между собой, а не через компьютер. Ребёнок посредством этого общения чувствует свою принадлежность к какому-то коллективу, и в этом плане происходит развитие его личности. Другое дело – качество контента, которое он получает во время игры в компьютере, развивает ли это его. Развивает какие-то обычные, скажем так, рефлекторные навыки, может быть, какие-то ментальные возможности. Но, в принципе, эти игры, они ничего не дают, кроме того, что ребёнок общается и находится при деле. Что такое оффлайн-игры? То есть это когда ребёнок играет в игрушку, но играет сам, с компьютером. Оффлайн-игры, они, в принципе, что в них хорошо? То, что у них есть определённый алгоритм, и когда ребёнок разгадывает этот алгоритм, то игра становится ему неинтересна. То есть он знает, как получить бонус, он знает, как добиться и пройти какой-то уровень, и когда он высчитывает этот алгоритм, то уже игра ему неинтересна, но он ищет новую игру. Что плохо в этих играх и оффлайн, и онлайн? Плохо то, что ребёнок получает вознаграждение за то, что, допустим, прошёл какой-то уровень или набрал сколько-то монеток, или собрал какой-то урожай, ну что-то вот такое. Он получает вознаграждение. У него с физиологической точки зрения вырабатывается гормон поощрения. Мозг доволен. Он выполнил какую-то цель, он сумел её достигнуть, мозг его за это благодарит. Что проще сделать ребёнку? Пройти какой-то уровень или выучить 20 слов, например, английских? Естественно, что выучить 20 английских слов – это скучно, это неинтересно, это мыторно, и ребёнок отодвигает это подсознательно, потому что это трудозатратно. Ему легче получить поощрение за счёт лёгкой игры. Таким образом дети начинают искать лёгких поощрений, и это плохо. Так же, как наша школа. Какие поощрения даёт наша школа? Оценки. Сейчас грамоты начали выдавать. Грамоты. Но кроме того, что ребёнку когда-то там через 10 лет светит диплом, больше никакой мотивации нет. Не диплом, а аттестат. Мотивации нет учиться. А, да, ещё же новая система. Сейчас образование мотивирует как? Вот вы участвуете в соревнованиях, откопите свои грамоты, и потом плюс 10 баллов накопленных за весь период обучёбе, от учёбы. Это будут прибавляться к баллам, к экзаменам. То есть вот такой бонус. Сомнительный, конечно. Да, сомнительный и довольно трудоёмкий. Надо подсуетиться, надо постараться. Не хочется. Гораздо легче прийти домой и в какой-то стрелялке пройти 10 уровней. И это, конечно, плохо. Но мы не должны закрывать глаза на то, что гаджет – это уже стал нашей составной частью. Это часть нас самих, вынесенная вовне. То есть, наверное, многие, когда забывают телефон дома, они чувствуют, что что-то не хватает. То есть у нас сейчас сформируется новый тип человека, человек, который находится в симбиозе с электронным устройством. И без этого устройства он чувствует себя несостоятельным. Мы зависим от социальных сетей. Будем честными, что мы все заходим туда не один, не два, не три, не четыре, а даже гораздо больше раз в день. И в этих сетях мы ищем тоже поощрение. Мы, например, запустили какую-то фотографию, и нам нужно, чтобы нас оценили. Подсознательно, неподсознательно, но мы ищем признание. То есть мы хотим показать миру, что да, посмотрите, я личность, я что-то делаю, оцените меня. У детей это более ярко выражено, потому что они начинают только формироваться, особенно у подростков, потому что им нужно самореализоваться, им хочется, чтобы их оценили, им хочется, чтобы оценили их личность, а личность формируется только будучи отражённой в ком-то. Сидя в комнате один, человек, он не личность. Личность у человека становится только тогда, когда он в ком-то отражается. И чем больше он отражается, тем больше он понимает, что он за человек. И поэтому социальные сети, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это плохо, потому что дети становятся от них зависимыми и начинаются у многих неврозы, если их, допустим, не оценивают по тем критериям, которые бы они хотели, чтобы оценили. И опять-таки две стороны. Опять же, возвращаясь к играм. Игры, они по сути являются подарком. В каждой игре есть подарок. И это тоже для детей очень важно. Так же, как в социальных сетях все эти лайки – это тоже подарок. И мозг это именно так и воспринимает. И вот как уйти от этого и объяснить ребёнку, что не это самое главное, наверное, это и является задачей каждого родителя. И задача заключается в том, чтобы открывать ребёнку мир вокруг. Потому что многие родители, они живут своими проблемами, своими делами, они постоянно в каких-то бытовых дрязгах и забывают, что рядом формируется новая личность, которой нужно заниматься. Иногда просто нужно выслушать, просто поговорить, узнать, как прошёл день. А этого не происходит. Ребёнок пытается что-то сказать, ему говорят, отстань, нет времени. Может быть, перед сном, может быть, я не знаю, по дороге в школу. Просто разговаривать с ребёнком, узнать, чем ребёнок живёт. Потому что если этого не будет происходить, то в подростковом возрасте, когда дети, в принципе, все закрываются, мы вообще не достучимся до них. И узнать, чем они живут и что их волнует, будет очень сложно. Поэтому, возможно, следует и говорить о социальных сетях, об играх, в которые они играют. Пусть они рассказывают. Вот мне одна мама говорит, он говорит мне какую-то чушь, там роботы какие-то, он их там сколько-то штук перестрелял, какая-то вообще ерунда, это вообще слушать, это невозможно. Почему? Пусть он говорит эту ерунду, как ей кажется, но его это волнует, для него это важно. И если для ребёнка это важно, то нужно его выслушать. То есть, правильно я понимаю, нужно начинать не с книги, вот тебе книжка там интересная про роботов, и почитай её, а нужно начинать с разговора с ребёнком, с общения, и дать ему возможность сказать, что же ему интересно, что его волнует. Как-то постараться ему открыть мир, показать ему многоградность. В принципе, да, главное это общение. Книжка, гаджет, в данном случае это второстепенно. Если ребёнка с детства не приучили книги, начиная с двух лет, даже раньше, просто нужно ребёнку давать в руки книгу. Есть такая теория, что ребёнку бесполезно давать книгу, потому что он, допустим, не знает, что такое лошадь, и когда он читает о лошади, он не представляет, что такое лошадь, и у него какое-то неправильное представление, и он вообще не понимает, о чём он читает, и ему это не нужно. Но на самом деле, даже вот когда маленьким детям читаешь, они слушают. Первое. Им приятно то, что рядом находится мама. Второе. Мамин голос, он, начиная с перинатального периода, он успокаивающий. То есть ребёнок слышит... Это я говорю сейчас о совсем юном возрасте. Ребёнок слышит мамин голос, он успокаивается. Если чтение происходит перед сном, то это хорошая подготовка ко сну. Естественно, ребёнок не может знать, как там выглядит какой-нибудь корабль, машина, крейсер, не знаю, что ещё может быть в книге. Это естественно. Но сам контакт с матерью, нахождение её рядом с ним, и вот это небольшое пространство, уютное пространство, такой кокон, где происходит вот это таинство чтения, постепенно формирует у ребёнка интерес к книге. И последствия, когда в подростковом возрасте, когда становится самым главным общение со своими сверстниками, когда все эти книги, все эти знания интересуют меньше всего, потому что главное – это то, как тебя оценивают твои друзья, это выходит на первый план. И если ребёнок сидит и учится в этом возрасте, это ненормально. Нормально, когда он хочет к друзьям, хочет проводить с ними как можно больше времени. Если ребёнка не отпускают проводить с друзьями время, он сидит в компьютере и играет с ними по интернету. И именно в этот период дети, они отвергают книгу, она им в принципе не нужна, и ничего страшного в этом нет. Есть школьные программы, заставят то, что нужно прочитать, а не прочитают. Но сформировавшаяся в раннем возрасте тяга к чтению как к хорошему успокоительному действию, оно вернётся в более старшем возрасте. И когда человек вырастет, уже, я не знаю, закончит школу, то всё равно вот это желание читать, оно никуда не денется, потому что было хорошо, было уютно и очень интересно. Можно задам такой вопрос? С какого возраста нужно давать ребёнку книгу, самому читать, чтобы он там понимает, что такое лошадь, или там подводная лодка, или не понимает, но всё равно он эту книгу взял и что-то читает. И до какого возраста нужно читать ребёнку? Ну, совместное чтение – это вообще очень хорошее времяпрепровождение, и я считаю, что оно хорошо в любом возрасте, даже во взрослом, когда просто люди собираются и читают какие-нибудь истории. Но этим мало кто занимается, это никому не интересно, и как-то это уже давно-давно ушло в прошлое, когда появился телевизор, радио и тому подобное. Но вспомним XIX век, да, все собирались и читали какое-нибудь, да, семейное чтение, читали какой-нибудь роман. Ну, могу сказать, что сейчас я вслух уже практически не читаю своему ребёнку, я 11 лет, и как-то, видимо, в этом как бы нет нужды, потому что она читает сама, и это свой как бы её такой мир, в котором она пребывает. Начинать нужно читать, я считаю, с самого раннего возраста, вот как ребёнок уже начинает держать голову. Вот, просто читать какие-то примитивные детские стишки. И вообще нужно заниматься, конечно, ребёнком, не бросать его ни на няне, ни на детский сад. До трёх лет ребёнком нужно заниматься непосредственно матери, потому что если мать не занимается ребёнком до трёх лет, то ребёнок очень многое теряет в своём развитии. Вот, и чтение, оно способствует именно развитию ребёнка, неважно, понимает он, не понимает, но он видит, он видит картинки, мама объясняет, что это за картинки, он запоминает слова, он слышит в каком-то стишке, допустим, знакомые слова, и постепенно идёт развитие. И это очень хорошо и очень полезно для детей. Так что чем раньше, тем лучше, на мой взгляд. Я вот вспомнила сейчас свои ощущения детские, да, мне читали и мама, и папа в детстве книжки. Так вот, я помню очень сочную картинку. Даже она ярче, чем когда я читала, ну, когда какие-то романы, например, да, которые нравятся, которым там сама уже потянулась, то да. Но вот именно в детстве, когда я что-то читала, начинаешь там задумываться, и вот не так эта картинка, да, видна. А когда читал взрослый, ты видишь всю картинку, и очень хорошо запоминание текста вообще, ложилось сюжета, почему-то очень хорошо запомнилось, и я всегда любила, когда мне читали на ночь. То есть можно было и уснуть, и дальше тема продолжалась во сне, какие-то путешествия, да, сказочные. Ну, вот опять-таки, возвращаясь, да, это приятное детское воспоминание, в которое мы можем, в это состояние, мы потом в старшем возрасте можем вернуться. Это как раз то воспоминание, которое помогает в тяжёлые минуты. В детстве вообще у детей нужно как можно больше формировать приятных моментов. Детство должно быть счастливым, потому что когда мы вырастаем, у нас очень много стрессовых ситуаций, у нас много неврозов, и очень часто мы начинаем возвращаться именно в детство, к хорошим своим воспоминаниям, которые помогают нам восстановить своё душевное состояние. Но это действительно так, вот иногда там пахнет, как в детстве, да, или вот, ой, книга, как в детстве, и сразу что-то приятное такое поднимается, и кажется, да, всё нормально. И поэтому, конечно, с детьми нужно заниматься и как можно больше создавать у них вот таких вот приятных впечатлений, ощущений. И книга, она является именно тем самым моментом, который эти ощущения и впечатления формируют. Сейчас очень много книг интересных детских с хорошими иллюстрациями, с интересными иллюстрациями, с интересными текстами. И всё сделано для того, чтобы приучить ребёнка к чтению. И то, что говорят, сейчас дети мало читают, я не могу с этим согласиться на все 100%, потому что, например, вот у моего ребёнка в классе почти все ходят в библиотеку, берут книги. Они обсуждают эти книги. На вопрос, что тебе подарить, очень многие просят книгу. Понятно, что старая литература не очень интересна. Например, тот же самый Старик Хаттабыч, он непонятен современным детям. Там нужно объяснять, почему Волька отказался от шикарного дворца в пользу Дома культуры пионеров. Это детям непонятно, как можно было так поступить. Потому что сейчас дети, они более такие материально настроенные, и они этого не понимают. Но много современной литературы, которая действительно интересна, много приключенческой литературы. И чтение, оно развивает и воображение, и помогает увеличивать лексический запас. То есть это новые слова. Если что-то непонятно, то нужно научить ребёнка посмотреть в словаре или хотя бы погуглить. Опять-таки совмещение гаджета. То есть всё это, если, допустим, тебе непонятно, ты читаешь, что такое, например, капор, перелина, нам нужно было идти, брать слова из полки, смотреть, ещё представить, как это выглядит. Они могут просто набрать и увидеть, как это выглядит. И мне кажется, это прекрасно. То, что есть такая возможность именно свои потребности удовлетворять сразу. Именно потребности знания. То есть использовать гаджет для того, чтобы расшифровывать непонятные значения слов. Да. Вот в этом плане. Да, и научить пользоваться этим. Все говорят, интернет – это страшная вещь, там много зла, там много всякой дряни, гадости. Да, с этим нельзя не согласиться. Но нужно привить ребёнку именно, как бы это назвать, информационную чистоплотность. То есть он должен понимать. А как это сделать? Объяснять. Нужно просто объяснять, что нужно смотреть, а что не нужно смотреть. Ну, мы же говорим, там, курение – это вред, наркотики – это вред, алкоголь – это вред. Правильно? Мы же учим, мы же пытаемся им донести, что вот, да, во взрослом состоянии, но это очень плохо для здоровья. Та же самая информация. Информация может принести вред. Ну, опять же, это для каждой семьи индивидуально будет, да, потому что кто-то говорит, что курение – это вред, там, мама с папой, потом ребёнок видит, как они на улице закурили. Тогда у него какой-то диссонанс возникает в голове. Вред это или не вред, а как мама может себе вредить, и вообще с этим связано всё. Поэтому, наверное, вот… Начинать нужно с себя, конечно. Начинать нужно с себя, и это сугубо семейные ценности, да, то, что в каждой семье, например, ценится, то и родитель будет рассказывать и разрешать ребёнку, там, например, смотреть мультики на определённые темы. Или, наоборот, нет, не смотреть эти мультики, потому что там содержится много сцен таких нехороших. Он может смотреть эти мультики, но во время просмотра с ним, именно с ребёнком, нужно давать комментарий. Вот посмотри, как это странно выглядит. Мне кажется, это не очень хорошо. Вот, например, есть такой мультфильм, на мой взгляд, совершенно глупый, не помню, как называется, но главное действующее лицо – Барби. Ну, может быть, видели. Абсолютно глупый мультик. Там все Барби вот такие вот, с этой постоянно голливудской улыбкой. Ну, что-то, да. Все молодые люди тоже очень глупые, шутки плоские и абсолютно пустые, но все хотят выпендриться. И вот у меня ребёнок начал смотреть, они яркие такие прямо вот. Мы сели с него, а тебе не кажется, что тут как-то странно себя ведёт? Как так можно вот такую глупость сказать? Ребёнок начинает думать, подходить творчески, да. Также вот есть родители, которые запрещают смотреть все современные мультики. Но нужно понимать, что запрещая ребёнку находиться в том пространстве, в котором живёт всё его поколение, это значит колечить психику ребёнка. Потому что он приходит в школу и говорит, я вчера смотрел, я не знаю, там «Серебряное копытце», а ему говорят, фу, это отстоя, вот «Гравити фоллс» — это круто. А он говорит, а что такое «Гравити фоллс»? Ему говорят, ну ты что, дурак? И вот сразу у ребёнка начинают формироваться комплексы, потому что он не находится в том информационном пространстве, в котором вращаются все его сверстники. То же самое с гаджетом. Многие родители кнопочный телефон или вообще без телефона. Да, это прекрасно, но он приходит без телефона, все с телефонами, ты неудачник. Почему неудачник? Ну потому что ты неудачник, у тебя нет телефона. Ребёнок начинает из-за этого комплексовать. Они комплексуют из-за этого. Даже если он приходит домой и говорит, что всё в порядке, всё равно вот это вот чувство, когда формируется личность, когда ему нужно, чтобы его адекватно оценили, когда признали какую-то его крутизну, увидели в нём что-то особенное, и когда ему просто говорят, что ну ты извини, ну ты вообще без телефона. И у ребёнка начинают формироваться комплексы. Что такое комплексы? Это закладывается личность уже немного ущербная. То есть у него во взрослом уже состоянии вот эта вот неполноценность, она может сохраниться. Да, есть люди сильные, которые скажут, всё это ерунда, я иду вперёд, ну а есть, которые ломаются. И то же самое вот конфеты. Мои дети никогда не едят конфеты. Они не потому, что они не хотят. То, что мама сказала, нельзя, и вот они начинают придумывать, почему они не едят эти конфеты. Ну это странно всегда выглядит. Я понимаю, есть ли там какие-то показания по здоровью, это понятно. Но родители какие-то свои страхи, свои комплексы пытаются навязать детям, и тем самым их уродуют. То есть и начиная с подросткового возраста, я правильно понимаю, что главное слушать ребёнка? Слышать, не лишать его... Ребёнка нужно слушать всегда. Гаджета, телефона сразу. Посмотреть, что в его среде творится, чем интересуется среда. Да, нужно жить с ребёнком. Нужно интересоваться, что он слушает, что он смотрит, что его интересует. Нужно участвовать в жизни своего ребёнка. Если тебя не интересует твой ребёнок, поверьте, он не интересует никого. Потому что единственное, кто может о нём позаботиться, это его родители. Это самые близкие его люди. Если тебя не интересует твой ребёнок, он не интересует никого. Ребёнок — это то самое существо, в которое нужно вложиться. Неважно, какая это усталость, неусталость, работа, не работа, но всё равно в ребёнка нужно вкладываться. Потому что только так можно вырастить нормального, психически здорового человека. Если можно чуть-чуть вернуться назад, у меня возник вопрос. Понятно, что со школьного возраста телефон становится необходимостью. Потому что надо же как-то ребёнку сообщить о том, что он пришёл в школу или ещё какие-то вещи. А если мы вернёмся к младшему возрасту, например, 2 года, 3 года, они ещё буквы-то не знают. Но многие же видели, что они пальчиком очень хорошо управляются с планшетом, с телефоном. В метро заплакал, на тебе мультик посмотри, на тебе игрушечку поиграй. Я даже с родителями разговаривала, они говорят, что это очень хорошо, потому что навыки тренируются. Как вот видишь, он зайчиков всех там раскрасил. Вот, пальцы натренировались. То есть здесь-то ребёнок ещё не осознаёт, что ему телефон нужен, а чем ему заменить. Вот, например, он там, не знаю, в длинной очереди родители сидят. Или долгая поездка там в электричке, вот раз, телефончик или планшетик, ребёнок занят. Можно это заменить? Или это нормально? Ну, мы-то как-то выросли без телефонов и без планшетиков. И, в принципе, я думаю, неплохие люди сформировались. Родители идут по пути наименьшего сопротивления. А потом, когда ребёнок идёт в школу, и он уже привык вот зайчиков раскрашивать, у него начинает этот планшет вырывать, что, мол, делом занимать. А как он будет заниматься делом, если он не привык? Ребёнка до школы нужно уже приучать к тому, что ему придётся сидеть в школе. Хотя бы 20 минут в день уделять его образованию. Неважно, будете ли вы раскрашивать что-то, рисовать что-то, но вот 20 минут в день мы занимаемся, потому что надо учиться. Просто вкладывать это в голову. В детском саду, да, в хороших детских садах это прививают. Но в большинстве своём детские сады, они пока ещё далеки от совершенства. И, на мой взгляд, детский сад – это зло. А школа? Школа – это уже данность. Это уже общество, в котором жить ребёнку. Он воспринимает все законы общества, по которым он будет жить дальше. А всё это формируется в школе. И я против домашнего образования, потому что ребёнок должен ходить в школу, общаться, получать тумаки, видеть этих учителей разъярённых, потому что эта школа жизни, она формирует защитные в нём какие-то механизмы. Потому что если он выйдет весь такой домашний в жизнь, то первый стресс его просто сломает. Постепенно надо как-то привыкать и понимать, что жизнь – это не просто гладкая дорога, что надо уметь и постоять за себя, и бороться, и так далее. Но возвращаясь к вопросу, детям не нужно в маленьком возрасте давать гаджеты. Во-первых, неизвестно, как это влияет на организм, потому что это не изучено ещё. Уже известно. Облучение в микродозах. Облучение, но неизвестно, к чему это ещё приведёт, потому что ещё не выросли. Это поколение, которое родилось с планшетом, наши дети, да, они ещё не выросли. И чем это всё для них кончится, ещё неизвестно, чем для нас это всё кончится, с этими первыми телефонами, которыми мы пользовались. Это ещё неизвестно. И чем позже ребёнок начнёт этим заниматься, тем лучше для него. И родители должны понимать, что вручив ребёнку планшет в два года, они совершают преступление на самом деле. Потому что, во-первых, не сформирован зрительный нерв, постоянное смотрение в одну точку очень плохо влияет на формирование глаза. Да, там же ещё постоянное... Мигание. Мигание экрана. Очень яркие цвета, очень яркий свет. Особенно если ребёнку дают планшет вечером, когда пора спать. Мелатонину никто не отменял. Потом удивляются, почему дети плохо спят. И до школы я считаю, что это просто преступление давать ребёнку гаджет. Особенно телефон, когда там всё мелко. И ничего не видно. Поэтому это нужно как-то избегать. И носить с собой раскраски. Носить с собой книжки с картинками, наклейки. Какие-то маленькие игры, которые можно положить в карман. Да, и просчитывать, как и чем будет заниматься ребёнок, пока ты где-то в очереди, где-то в гостях. Просто брать с собой целый этот набор. Да, тяжело. Да, это твой ребёнок. Я вот, кстати, заметила, что многие компании сейчас крупные для лояльности своих клиентов. Они убрали планшеты постепенно из залов ожидания. А кладут маленькие книжечки детские, какие-то игры настольные, кубики, рубики, мозаики, какие-то столики развивающие ставят. Кстати, авиакомпании, пока ребёнок летит, да, там карточки на слова, раскраски с мини-фломастерами. То есть что-то в этом направлении уже делается. Да, и никто не отменял настольные игры. Это прекрасное времяпрепровождение. Но это, опять же, должны быть включённые родители. А родители не хотят включаться. Они предпочитают плыть по течению и ничего не делать. А это преступление против своего ребёнка на самом деле. И можно вечерами собираться, играть в настольные игры. Вот у меня есть приятели, которые очень любят настольные игры. И мальчик, ему 8 лет, он просто во всех этих играх разбирается. И любит играть, и собирает друзей. И они проводят время за живым общением, а не в сети. Потому что даже если по себе наблюдать, что когда ты зависнешь на ладоннике или в планшете, то, во-первых, исчезает чувство времени. Во-вторых, отключается мозг. И такое ощущение, что это какая-то жвачка. Вот ты пожевала её. И вот какое-то такое утомление. Какое-то отсутствие интереса ко всему. И ты устаёшь. Что говорить о детях? Даже вот это листание каких-то новостных лент. Кстати, вот этот вот серфинг по сети совершенно ненужный. Тебе не нужно туда. Но тебе вот нечем заняться, и ты туда идёшь. Начинаешь вот листать. Вот это вот у нас накачанные пальцы. И вот это вот. И ни к чему хорошему это не приводит. Это ты просто теряешь своё время. Ты залипаешь, а потом, ах, мне же вот ещё уроки делать там или ещё что-то. И начинается психоз, из которого очень тяжело выйти. Но здесь опять же должен присутствовать родитель дома, который увидел, который постепенно из-за этого залипания в планшете вывел. Или ограничивать, что давай мы договоримся, что вот ты сегодня час посидел, а потом мы убираем. Или, допустим, за два часа до сна сдаём все мне гаджеты. Главное, чтобы перед сном ребёнок не сидел в этом. Потому что если он будет сидеть перед сном, он потом не уснёт. Это вот стопроцентно. Вот. Нужно, наоборот, притушить свет, как-то успокоиться, включить музыку, почитать книжку опять-таки. Потому что книжки, они на самом деле очень успокаивают. И, ну, как ни странно, да, вот в моём детстве родители запрещали читать на ночь книжки под одеялом с фонариком, да. Это прям вот тоже был какой-то стереотип, что глаза сядут, там зрение ухудшится, и надо вот книжку отбирать. В этом вред. Рассказывали про детей в очках, которые уже в школе. Рассказывали про детей в очках, которые уже в школе, с испорченным зрением. Вот. Но, как показывает время, сейчас появилось новое зло. Так же, как вот когда появились комиксы, да, все говорили о том, как комиксы влияют на психологию ребёнка, что это очень вредно. А сейчас это целая индустрия, наоборот, пусть хоть комиксы читает. Вот. То есть, ну, время меняется, какие-то новые течения, новые взгляды. Но, несомненно, вот это излучение, этот свет, который исходит от планшета, он вреден. Ну, это даже неоспоримо. Потому что действительно и глаза слезятся, и щурятся они после этого. Ну, видно, что это не очень хорошо. Книгу почитал, и как-то вроде, ну, ничего. А вот после именно этих гаджетов очень плохо с глазами. И родители должны это понимать, и как можно больше ограничивать. Хорошо, спасибо. Давайте вернёмся к теме тогда школы, да, когда ребёнок сам научился читать. Предположим, что мы ему читаем или с ним читаем на ночь. Но вот 7, 8, 9, 10, 11 лет у них появляются какие-то интересы. И вы в начале встречи сказали, что это не совсем так, что у нас дети не читают. Дети читают. И, кстати, я сейчас подумала, что эта мысль-то можно легко проверить. Посмотрите, сколько детских издательств сейчас. И печатает огромное количество детских книг. Вот недавно «Интерлибер» в гостином дворе было. И там половина ярмарки – это была детская литература, возле которых и родители, и дети выбирали книжки. Но вот вопрос теперь по тематике, да. То есть пошло веяние, ну, я вот про девочек могу сказать, вот про фей. Колдуньи, феи, волшебницы, вот такое, то есть волшебство, волшебство. И вот они были в разных обложках, там вот фиолетовые, розовые, белые, там вот вся серия, ну, про вот всё, про приключения, скажем так, в волшебных мирах. Вот это хорошо для такого возраста, если говорить о том, что дети читают. Что они читают. Что они читают. И какие жанры, может быть, выбирать или не выбирать. И вот эти новые течения. Вы же очень хорошо об этом знаете. Да, ну, девочки, конечно, читают больше, чем мальчики. Это несомненно. В школе они всё это обсуждают. Вот эти серии книг, там, про зайчиков, про кошечек. Они ужасно глупые, эти книги. У них очень скудный язык и не очень хороший перевод. И читать это просто как вот какую-то жвачку. Просто вот я одну книгу прочитала, и мне этого просто, ну, я не смогла дальше осилить всю эту серию. Потому что это одно и то же. Очень плодовитые авторы. И давят на желание детей коллекционировать, вот выстроить всю серию. Потом не знают, куда эти книги девать. Вот. Конечно же, опять-таки, всё зависит от образованности родителей. Что они могут посоветовать ребёнку? Ребёнку посоветовать, конечно, трудно. Потому что у детей, если вот мама, папа сказали... Нет. Нет, это неинтересно. Я лучше знаю. Не надо навязывать. Можно просто провести какой-то разговор между собой. Там, вот, а помнишь, там, вот книга такая классная была. Ну, безотносительно ребёнка, чтобы он просто услышал, и всё. Если ты скажешь, вот я зачитывался, а мне не нравится, вот сразу, сходу. Вот это вот отрицание, ну, его никто не отменял, потому что дети хотят... Опять-таки, сформируются личности, они хотят иметь собственное «я». Просто нужно мягко, аккуратно направлять. Вот. А книги эти не очень качественные, они, конечно, будут читать, потому что они даже ими обмениваются. Вот. Ну, ничего в этом страшного нет, никакого вреда я в этом не вижу. Всё равно они прочитают рано или поздно то, что им положено прочитать. Пока у нас школа ещё не отменяла списка литературы нашего классического. Хотя им очень тяжело читать, как я сейчас наблюдаю, классическую литературу, потому что обилие слов, например, XIX века, непонятных слов, оно их отпугивает. Вот если я вспоминаю, как мы читали, ну, непонятные слова, ну, и ладно, смысл-то понять. Ну, подумаешь, там, как они буквоеды. Это просто какой-то ужас. Я устала лазить в словарь, говорит мне ребёнок. Я говорю, ну, какая тебе разница? Ну, пропусти слово, сначала почитай, потом посмотришь, вот, что тебя заинтересовало. Ну, как же? Вот это слово я не знаю. Вот будет искать, пока не найдёт. И из-за этого поиска теряется линия сюжета, и ребёнок устает. Вот. Но они вот такие вот сейчас, такое поколение, им нужно знать всё и сразу. Это такая особенность, как вот я наблюдаю. И вот недавно читали Гоголя, «Заколдованное место», по-моему, называется рассказ. У нас в классе, говорит, никто не понял, о чём. Я говорю, ну, что-то непонятного. Ну, старик попал в заколдованное место, думал, клад нашёл, оказалось какую-то ерунду. Нет, ну, там такое начало. Я открыла, посмотрела, ну, да, разговорная украинская, русская речь смешанная. Ну, да, она не совсем понятна, но это как-то можно пропустить. В принципе, я, наверное, так в детстве и делала. А французский язык тоже мы как-то читали. Да. А они читают досконально. То есть тут сказали прочитать, и они читают. Также ещё, конечно, в этом плане интернет-чтение очень плохо влияет, когда они читают вот эти короткие месседжи. То есть они привыкли к коротким объёмам, и когда что-то пошире, да ещё с непонятными словами, это всё, слишком много букв, как сейчас говорят, да? Вот. И поэтому сейчас пытаются вот эти классические произведения запихнуть в комиксы, что вообще мне кажется странным. Ну, ладно. Ну, вот, а всё же, какую литературу вы бы посоветовали для младшего школьного возраста, для среднего школьного возраста? Ну, пусть дети читают, обмениваются книжками, да, коллекционируют с яркими обложками, даже не с таким, скажем так, серьёзным содержанием. Но вы считаете, что здесь ничего страшного? Я думаю, нет. Вы знаете, у меня есть предубеждение против одного автора, которого бы я никогда не рекомендовала читать детям. Вы знаете, это роль Даль. Я просто не знаю. Для меня это, наверное, самый худший детский автор, хотя очень многие со мной не согласны. Из пены у рта мне говорят, что я моралист, и что я не понимаю юмора и вообще. Ну, вот «Волшебное лекарство Джорджа», вот эту книгу я бы никогда не дала своему ребёнку в руки, и не советую это делать родителям, потому что это ужасная книга на самом деле, которая ничему хорошему не учит, а учит только какой-то ненависти к старикам, какой-то просто подсознательной ненависти. Ну да, старые люди, они странно выглядят, странно пахнут, у них сморщенные лица. Но сравнивать род своей родной бабушки с задом собаки, ну, это как-то неэтично, по-моему. И этого писателя я просто не рекомендую давать, хотя все знают «Чарли шоколадная фабрика» и фильм. Хотя тоже и фильм странный. Ну, как бы это выбор родителей, но я бы не стала просто. А так, в принципе, например, мне очень нравится книга про Стадурсен. Ну, это просто обе книги и про зиму, и про лето. Это волшебные книги, которые развивают фантазию, сентиментальность в детях, какую-то доброту, такую потустороннюю доброту, которой, может быть, и нет в нашем мире, но это такой идеал какой-то отношений. Тепло через простоту. Да, именно вот этих персонажей. Они, может быть, не совсем какие-то высокие темы обсуждают, но всё равно они настолько простые, а через простоту добрые, что вот это добро, оно переходит действительно. И описание. Замечательно. Вот эту книгу я просто рекомендую настоятельно всем. Или, например, «Мария Парр». Прекрасное. «Вафельное сердце». Ну, это замечательная книга. Она написана понятным, простым языком, и там понятные простые детские проблемы, без какого-то норовоучения, без каких-то там вот навязывания моралистических идей. Просто описание детской жизни, и когда ты понимаешь, что у кого-то тоже так случается, и что-то бывает такого же, это как-то успокаивает, и детям, мне кажется, эти книги нравятся. Или, например, «Свен Нуртквист. Пэтсон и Финдус». Я, когда только увидела эти книги, я думаю, странный вообще какой-то рассказ. Старик и кот. Вообще. И для детей. Вообще какой-то сумасшедший старик, разговаривая с котом, и об этом много книг. Вообще, как это можно читать? А потом, когда я втянулась в эти книги, началось все с того, что я мультик посмотрела сначала. Потом послушала. Мы купили диск, а потом дошли до книг. И это вот именно родительско-детские отношения. Родители видят себя, а дети видят себя. И вот этот Финдус, который хулиганит, который вредничает, который эгоцентричен, что все должно вращаться вокруг него, это обычный ребенок. Ребенок видит и осуждает его, как так можно, и в то же время он понимает, что он и сам так... То есть это такой воспитательный момент в этой книге, что тоже... А иллюстрации какие-то просто вот рассматривать это, выискивать что-то в этих картинках. По-моему, даже мультик можно не смотреть, если ты рассматриваешь книжку про Пэтсона и Финдуса. Механический Дед Мороз вот под Новый год. Настолько красочная, красивая, да. Одни картинки чего стоят. Даже для тех, кто не научился читать Деда. Да. Или, например, наш автор Андрей Усачев. Замечательные книги. «Жили-были ежики». Но это для совсем маленьких, хотя я с удовольствием слушала аудиокнигу. Вот в машине ставишь. Замечательная озвучка Галкина. Просто прекрасная книга. И тоже вот эти вот маленькие ежики, хулиганистые дети, которые ссорятся, не любят младших и в то же время заботятся о них, когда нужно. То есть это замечательная книга. Или, например, про Дед Морозовку, Новый год Дед Морозовки, про Снеговичков и Снеговичек, тоже того же автора. Но это же замечательные книги, которые добрые, тёплые, светлые, которые не просто приятно читать, интересно, как приключенческие, а в них можно почерпнуть что-то и о себе, увидеть себя в этих книгах. По-моему, это прекрасно. Кстати, как вариант, правильно я услышала, что гаджет можно заменить аудиокнигой? Аудиокнигой, да. Можно лучше читать, потому что это разный ассоциативный ряд, когда мы слушаем и когда мы читаем. Это совершенно разное, потому что чтение, во-первых, вот эти слова, которые собираются, буквы, которые собираются в слова, это всё-таки формирует определённый тип мышления. И почему говорят, что писать лучше, чем печатать на компьютере? Когда мы печатаем на компьютере, у нас отвечает совершенно другая часть мозга, чем когда мы пишем рукой. И детям полезно тоже заниматься каллиграфией, потому что это и успокаивает, и в то же время развивает мозг. Главное – это развивать мозг, чтобы он как можно больше нейронных систем в нём образовалось, и чтобы ребёнок вступил уже во взрослую жизнь с развитым мозгом. Вот говорят, зачем мы в школе учим химию, физику, математику, только для того, чтобы всё это потом забыть. Нет. Мы это учим для того, чтобы у нас развивался мозг. Потому что математика, алгебра, геометрия, тригонометрия – это же какое-то совершенно абстрактное мышление. Если этого не будет, это будет человек, который умеет складывать один плюс один, ставить подпись в какой-нибудь там, я не знаю, квитанции, и, в принципе, может быть, кого-то это и устраивает. Но мы же хотим, чтобы наши дети использовали свой мозг на все возможные проценты, не будем говорить на сколько, чтобы дети были развиты, и чтобы они действительно имели какие-то аналитические способности. Хотя вот сейчас, например, в Финляндии они воспитывают в школах детей, которые вот ремесленники. То есть вот навык там, молоток тебе, пила, и зачем тебе тригонометрия, вот если ты хороший плотник. Ну, у нас как-то ещё сохранилось вот это вот советское, что должно быть высшее образование, что человек должен стремиться к саморазвитию. Я надеюсь, что у нас это не исчезнет, потому что человек, он должен использовать все свои возможности. Даже если он будет заниматься ремеслом, он должен быть развит. И ничего плохого в том, что человек сантехником работает, поваром работает. У нас тоже как-то вот всё-таки профессии. Обязательно надо быть с дипломом. Нет. Вот если посмотреть, да, вот, например, ну, я больше, мы лучше знаем, да, как обстоит дело в Югославии бывшей. Там очень уважительно относятся ко всем профессиям. У тебя есть работа, это прекрасно, но при этом люди, они развиты, они могут говорить обо всём, о чём угодно. И это прекрасно. Любая профессия, если у тебя есть работа, достойная работа, это хорошо. Другое дело, что у тебя есть досуг, который ты должен на что-то использовать. И если тебя в детстве не приучат к искусству, классической музыке, то в зрелом возрасте единицы к этому приходят. Искусство для высоколобых, классическая музыка, это вообще какой-то трэш, как это можно слушать. Почему? Потому что в детстве не приучили к этому. Человек не может уловить вот это построение звуков. Для него вот это умц-умц-умц, оно понятно. А если это что-то более сложное, то человек это отторгает. Потому что это как-то странно. Почему говорят к опере тоже, кто вводит детей на оперу? Редко кто. И поэтому человек потом не воспринимает этого. Также искусство. Боже мой, символизм какой-то, ты не поймешь, что там такое нарисовать. Да и зачем это смотреть, вообще ходить на эти картины? Потому что не приучили. Это обеднение мира. Ну, так же и книги, да? Так же и книги. Если не приучили, не показали. Если не приучили, не показали, то единицы к ним приходят. А зачем, когда есть сериал? Вот ты поработал, пришел, поел и сериал. И так вся жизнь проходит. Ну, может быть, кто-то скажет, что это нормально, но мне кажется, в мире столько всего интересного. И лишать ребенка доступа к этому из-за того, что ты как-то поленился когда-то или тебя не приучили. Мы же все-таки уже взрослые люди и прекрасно осознаем тот мир, в котором мы живем. Мне очень нравятся родители, которые, я не понимаю там искусство, литературу, но вот хочу, чтобы мой ребенок смотрел, изучал, слушал. У меня на занятия приходят родители, которые, все, что вы говорите, для нас это как-то все непонятно, но вот пусть он ходит, слушает, научите его. Это хорошо. Но он, да, родители понимают, он не может этого дать, ну, потому что так получилось. Все мы в разных семьях, где-то принято, где-то не принято. Но вот он понимает, что он объединяет своего ребенка, и он хочет, чтобы ребенок был в теме. И он приводит на специальные занятия, где ребенок узнает что-то новое и начинает развиваться. Если кто-то, кто у нас смотрит и будет смотреть, может быть, я поясню тогда, про какие занятия вы говорите. Это занятие по приучению детей к чтению называется «Гостиная часового мастера». Такие занятия были и в рамках у нас в библиотеке, да, иностранной литературы в Центре славянских культур. И на этой студии Надежда Сергеевна сначала знакомит ребенка со страной, которую через воображение, да, мы можем посетить, погрузиться там в архитектуру, увидеть людей, какие сокровища, да, в этой стране есть, культурные, музей и так далее, и так далее. Потом спросить у детей, что они запомнили, что им больше всего понравилось. То есть вот в таком вот разговоре. А потом детям предлагается познакомиться уже с современными авторами, которые живут в этой стране, которые пишут, которые пишут про таких же детей, про взрослых, которых окружают, и читается отрывок, фрагмент рассказа. И после рассказа обсуждается то, о чем было сказано, услышано, понравилось, не понравилось. И самое интересное, что во время прослушивания, когда Надежда Сергеевна читает, дети либо лепят, либо рисуют, либо еще что-то мастерят. То есть происходит такая интеллектуальная большая творческая деятельность. Да, вот это занятие замечательное. И, конечно, многие дети, и по отзывам родителей, да, дети уже брали книгу, именно ту, часть которой они прослушали вслух здесь на занятиях. Мы читали «Марию Пар» «Вафельное сердце», да, про Пэтсона и Финтуса. Мы многое с точкой. Мне просто, я не знаю, может быть, каким-то образом вы дадите список интересных книг, может быть, разножанровых, и мы какими-нибудь там субтитрами к этому видео пустим, и дополнительный список разместим. Это ведь на самом деле интересно, и плюс я вот как родитель для себя понимаю, что ты приходишь на книжную ярмарку, издательств огромное количество. Как в этом разобраться? Как в этом разобраться? Ярких обложек еще больше, и дети все показывают на котика, ну или на собачку. Мальчики иногда там на робота или на машинок. Их тоже много серий и много ярких красочных обложек. Но каждая книжка стоит там 400, 500, если толстая книжка, то уже там 1000 рублей, да, вот для таких вот подростков, то, что там интересно. Но как в этом разобраться? Может быть, начать уже с проверенных произведений? Да, конечно, нужно будет дать этот список. Но еще у меня есть мой инстаграм, где я по мере силы возможностей выкладываю описание книг, которые я сама досконально читаю. Вот, и плохого я не посоветую, потому что я все-таки надеюсь, у меня есть какой-то литературный вкус. Как психолог, как писатель. Как это может повлиять на ребенка. Вот, у меня там есть рекомендации. Вот, я думаю, мы тоже его как бы разместим, чтобы было понятно, где посмотреть. Вот, и на этих занятиях я поняла одно, что дети любят, когда им читают слух. Вот, что бы кто ни говорил, ой, он не слушает, все дети слушают, они сидят, и даже когда мы заканчиваем чтение, я говорю, ну все, наше время вышло, они просят, давайте почитаем еще. Детям это нравится. И радио слушать, это, конечно, здорово, аудиокниги, здорово, детское радио, да, там тоже замечательные вот эти все спектакли, аудиоспектакли, но дети любят живое. То есть, вот, когда сидит живой человек, он с ними дышит, он с ними смеется, если какое-то смешное место или плачет, с ними, если грустное, вот, когда есть контакт. Я еще заметила, что они, помимо того, что очень любят, когда им читают, они очень любят, когда они рисуют в это время. Да, потому что руки заняты, и это, в принципе, нормально, но какой нормальный ребенок сможет просидеть 40 минут, да, без движения, причем в начале моего занятия я как бы им рассказываю о стране, немного об истории, об искусстве этой страны, там, о гербе, о флаге. Это просто огромная информация, которая, в принципе, в голове не уляжется и потом выветрится. Поэтому я прошу всегда на занятии приносить тетрадки и туда что-нибудь фиксировать такое. Вот. И поэтому, когда они чем-то заняты, они легче слушают. И, в принципе, это нормально, это можно и дома делать. просто читать. Пусть ребенок, тебе кажется, он не слышит тебя, он там ходит по комнате, конструктор лего строит, он слушает. Просто он не может в силу своего возраста и наличия молочной кислоты усидеть на месте. Это нормально. Вот сейчас детям говорят, не бегать, сидеть тихо. Но они не могут не бегать. Но это особенность их физиологии. Им нужно бегать. Такое ощущение, что, я не знаю, педагогов не учат в институтах тому, как развивается ребенок. Но они должны бегать на переменах. Но если вам не нравится, что он бегает по коридорам, ну дайте им в спортивный зал, пусть они там носятся, играют в мячик. Пусть играют в пинг-понг, я не знаю, там в салочки. Но этим должен физрук заниматься, организовывать как-то детей. Вот. Ну, надо учитывать особенности развития. Я знаю, что вы сами пишете для детей. Немножко. Такой секрет тоже хочется открыть. Вы как-то думаете, как это будет восприниматься ребенком, когда... То есть, учитываете особенности читателя детского? Да, наверное. Но я, наверное, в какой-то степени такой моралист. Вот. Я не просто пишу, а пытаюсь донести какую-то мораль. Вот. Но началось все с того, что мы с ребенком просто дома делали для своих домашних спектакли, кукольные. Мы сами делали кукол, сами делали декорации. И я писала пьесы. Ну, это для такого домашнего как бы использования, для наших близких. Вот. Но потом мне вот моя дочка сказала, почему-то не напишешь нашу пьесу в рассказ, переделай, и пусть это будет как сказка. Я написала на два таких рассказа, две сказки. Вот. И как бы решила проверить опять-таки на ближайших родственниках. Вот. И там прям вот как-то так произвело впечатление, что я же была очень тронута. Ну вот, как-то, да, хорошо так пошло, все всё поняли. Потому что я знаю, что эти истории очень добрые, поучительные, и заканчиваются хорошо. И так тоже главное. Тепло, радостно на душе, да, и такие персонажи светлые у вас в историях. Но это немаловажно, да, хотя бы через чтение увидеть такую светлую сторону. Да. И позитив. Ну, может, подведёте итоги? Любите книгу, если очень их знали. Что ещё могу сказать? Конечно, нужно читать, конечно, нужно ограничивать гаджеты. Все всё это знают, все всё это понимают. Но почему-то родители всегда думают, что придя на занятие, на лекцию, лектор возьмёт какую-нибудь кнопку, нажмёт у ребёнка где-то там, и он сразу отречётся от гаджетов и возьмёт книгу. Этого не будет. Надо заниматься. Надо заниматься каждому родителю очень тщательно и интересоваться своим ребёнком, потому что детство проходит быстро. Не успеешь оглянуться, а он уже с тобой за ручку ходить не хочет. Уже хочет независимости, а ты ещё ничего ему не дал, не договорил, всё собирался, вот да, да, научу, а время вышло. И сейчас дети взрослеют раньше. И период подростковый начинается чуть ли не в 11 лет. Уже такой настоящий подростковый период, сложный. Вот, поэтому надо как можно раньше вступать в доверительные отношения с ребёнком, разговаривать с ним, ну и в первую очередь любить своего ребёнка, не осуждать и быть ему лучшим другом в лучшем смысле этого слова. Спасибо. Я напомню, что сегодня в гостях у нас была Надежда Сергеевна Пелько, директор Евразийского форума детской книги, писатель, кандидат исторических наук, занимается детской психологией, подростковой психологией. Всем хорошего чтения вместе со своей семьёй, вместе со своими детьми. Но я от себя надеюсь, что гостиная часового мастера продолжится в Центре славянских культур и в Библиотеке иностранной литературы, потому что действительно много жанров детских, с которыми вы знакомите детей, и дети вырастают, а занятия помнят. Поэтому... Да, очень много пишут, чтобы я вернулась. Пожалуйста, возвращайтесь. Я постараюсь. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам.